Детям из Белгорода Они создавали совместный проект по созданию спутников-купсатов, которые облегчают доступ учащихся к исследованию космических технологий. Свою модель разработчики подарили Наталье Комаровой. Встречу закончили викториной на знание фактов из истории освоения космоса. Победитель получил книгу о космическом пространстве с автографом югорского космонавта Сергея Рыжикова. Сегодня действительно такой праздничный день. И ангара улетела, пока всё идёт по плану. И в этом смысле, я полагаю, что нам даже есть смысл поаплодировать. Ну, поскольку вы молодые люди, и для вас очень важно определиться как можно быстрее в выборе профессии, я упоминаю о том, что отрасль космонавтики объединяет огромное количество специалистов самых разных сфер. Только на космодроме работают 10 тысяч человек самых разных специальностей. Сегодняшнее мероприятие было довольно-таки увлекательным, признавательным. Никогда особо настолько сильно не углублялось в изучение космоса. Но сегодняшнее мероприятие заставило меня толкнуть в эту сферу и заинтересовать. И вот выиграла. Благодаря знаниям поверхностно изучала космос, какое-то время интересовалась. Взрывать лёд на реках Югры начнут 23 апреля. Сейчас на территории округа опасных гидрологических явлений не наблюдается. На реках сохраняется ледостав. Соответствующие службы ежедневно мониторят ситуацию через 45 гидропостов, систему «Безопасный город», «Атлас опасностей и рисков» и другие информационные сервисы. В реестре территории, которые могут быть подтоплены, 46 населённых пунктов Югры. Однако в эти зоны не попадают участки федеральных автотрасс, железные дороги, мосты, места захоронения отходов, объекты с круглосуточным пребыванием людей, водозаборы. На случай подтопления в Югре уже подготовили 65 пунктов временного размещения людей со всем необходимым. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в поводкоопасном периоде спланировано привлечение более 4,5 тысяч человек и более 1 тысячи единиц техники. В том числе более 200 плавсредств и 10 беспилотных авиационных систем. Хатымансейск присоединился ко всероссийской ярмарке трудоустройства. В окружной столице собрались ведущие работодатели округа, вузы и СУЗы, школьники и студенты. Здесь можно найти не только интересные вакансии, но и узнать о перспективных профессиях. Также на площадке работают эксперты по профориентации, которые расскажут об интересных направлениях для будущего трудоустройства и господдержки для молодых специалистов. Прикоснуться к профессии уже сейчас позволяют бесплатные мастер-классы. Такая демонстрация полезна именно для школьников. Это позволяет спланировать карьеру или дальнейшее обучение. Прошлогодняя ярмарка была, и потом поступления были. Ребята, которые были на ярмарке, поступили к нам учиться. Прошлый год, позапрошлый год были конкурсы. На одно место было там по нескольких человек.